ну что всем привет с вами снова им зап сегодня носки мохаб 3 литровый турбодизель решили заснять такое небольшое короткое видео диагностику я как бы провел уже предварительно сделал хочу вам показать это такая вещь которая бывает крайне крайне редко происходит вообще в дизелях второе очень мало кто обращает внимание на это но это очень важная как бы деталь для работы двигателя так махов махов тут нас там пробег 31 махов пришел человек жалуется что плавают обороты иногда только на горячую на холодную все хорошо я открыл капот я был вообще прям просто был в шоке я грузить что-нибудь есть живое осталось пробег 230 тысяч люди приезжают я открываю можно сказать первый раз капот на этих машинах то есть там все завод то есть до 270 но там от 200 до 270 до появляются какие-то поломки небольшие но большей части то есть все ходят там открываешь там все завод и вот здесь в нашем случае здесь нет ни одного живого патрубка ни одного живого болта вот лямбда зонт у нас новый патрубки на турбину трубокомпрессор у нас новый игр все удалено все заглушено все новые фильтра датчик давления новый но это со слов все клиента регулятор давления топлива в топливной рампе вместе с рампой сперва был регулятор заменен отдельно потом был куплен полностью с рампой представляете сколько это денег да а потом были сменены все шесть топливных форсунок потому что их их поехал на диагностику сказали что они плохие вроде бы как сказали мы сейчас все сделаем все будет окей но клиент отказался и купил все шесть новых все поставили проблема не уходит уже в течение трех лет плавают обороты только лишь на горячий также повышенный расход топлива и тоже иногда иногда плохая тяга вот у нас получается ошибок никаких выбираем основные которыми я пользуюсь параметрами берем датчик давления надува датчик температуры на впуске датчик температуры топлива давление топлива клапан регулировки берем количество топлива расход воздуха так температуру тоже воздуха мы брали также еще берем температуру по датчику здесь на в этом теркулере ну напряжение батареи конечно же брать не будем берем нагрузка нагрузка тоже если она сочетается повышенная нагрузка двигателя с с расходом топливом то можно предположить что на сто процентов датчик давления не исправен берем температуру воды текущий объем впрыска температуру то уже впуска сюда датчик температуру кислорода вот именно вот эти моменты могут вам открыть глаза на все так вращение двигателя оборота и открываем смотрим по данным температуру воздуха температуру топлива и это далее есть один момент во всем этом часть параметров мы смотрим когда запускаем у нас температура воды сейчас почти 90 градусов при этом машина холодная холодная заводим машину можно сказать это максимально рабочая температура вот у нас двигатель завелся и смотрите температура воды начинает расти дело в том что датчик температуры на приборке показывает рабочую температуру машина не греется все прекрасно все хорошо даже не включается вентилятор но блок управления видит 110 115 градусов и тем самым душит мотор то есть встает защиту но допустим здесь датчиком температуры есть один момент дело в том что когда у нас возрастает давление топлива повышается там расход воздуха она переходит защиту бьет ошибку то по температуре воды этого не происходит то есть она не уходит не встает защиту и именно на горячую я уже неоднократно сталкивался на дизелях с такой проблемой что нет тяги повышенный расход топлива и как раз то вот плавают обороты иногда и только на горячую датчик температуры сейчас будем менять даже здесь провели некий такой эксперимент небольшой датчик температуры прежде чем сменить любой датчик температуры как второго у вас нет мы взяли вот обычный датчик температуры бросили два контакта 2 сопли то есть рукой взялись за сам элемент и видим сколько он показывает температуру изначально растет ли когда мы прижали пальцами и когда отпускаем она снова падает температура то есть с блоком управления везде у нас все хорошо все прекрасно и проблема является именно датчик температуры человек обратился вообще не по поводу поиска неисправности а обратился сколько будет стоить замена тнвд насос и сколько он сам будет ну к примеру стоит насос я говорю но сменивается он здесь не сложно так как там есть специальное технологическое отверстие у нас крышки здесь под теплоэкраном там стоит маленькая крышечка на болтиках она отворачивается отворачивается тнвд и тнвд снимается вовнутрь туда в развал во многих своих видео я говорю вам что если допустим нету какого-то там конкретного решения то мы идем по наименьшему сопротивлению то есть от самого дешевого датчика там самому дорогому так вот при первой диагностике у этого клиента так и было то есть ему так и сказали что давайте пойдем но пошли немножко не тем путем и по факту то есть сменили датчик давления потом регулятор потом топ топливную рампу с регулятором сборе потом они сменили то есть все шесть форсунок сменили турбокомпрессор не знаю как там по ценам они регулировались зачем меняли турбокомпрессор также сменили подкачивающий насос это вообще непонятно подкачивающий насос ну никак не может относиться тому что плавают обороты то есть это у нас могут плавать обороты когда стоит ручная подкачка топлива и когда он нас через нее или через топливопровод идет подсос воздуха тогда в таких случаях у нас могут плавать обороты но не с подкачивающим насосом то есть подкачивающий насос тоже стоит в сборе я не знаю сколько все стоило за сколько все это обошлось вот у нас уже температура 102 градуса у нас получается показывает либо 5 либо 6 вот у нас шкала температуры то есть 6 сейчас показывает что она рабочая то есть это где-то 82 88 но температура уже 103 при этом то есть я касаюсь двигателя свободно держусь руками то есть сколько угодно то есть могу продержаться за любой патрубок то есть охлаждение взяться и держаться дойдет она до 112 115 уйдет начнет уходить в защиту но опять же она не дает и скорее всего насчет плавать обороты вот она стоит датчик вот смотрите по итогу по итогу сейчас привезут датчик датчик по замене тут буквально будет стоить рублей 800 при этом так как система герметична когда мы его будем отворачивать он будет ниже уровня то есть заливной горловины антифриз оттуда вытекать не будет то есть мы его открутим закрутим антифриз оттуда не выльется если выльется тот грамм 10 и то есть у нас получится две с половиной и сам датчик стоит две с половиной и вот весь ремонт обойдется в 5000 рублей то есть эта диагностика замена датчика и сама деталь если у вас сломался ваш автомобиль что-то происходит давайте не будем делать поспешных выводов все-таки потратьте какое-нибудь количество своего времени поищите более надежные техцентры которые смогут сделать более качественную диагностику а не так как было сделано это здесь то есть так как проблема не было найдено и решение не было пошли вот данным путем как бы владелец этого авто нам ну не рассказал сколько что это будет стоить и я не интересно даже я больше чем уверен что это стоило очень очень много поэтому если у вас корейский дизель звоните я думаю ну в любом случае разберемся выясним починим и все будет отлично